В селе Малые Березники дорога лишает людей нормальной жизни. Скорая помощь, пожарные, всем им закрыт путь на улицу Березовую. Разбитая, с огромными ямами, заросшая бурьяном. Именно она соединяет жителей села с внешним миром. Валентина Руина увидела жизнь на краю цивилизации. Мария, многодетная мать, ее дети не могут нормально добираться до школы и детского сада. Когда заболеют, скорая не приезжает. Зимой заболел у меня ребенок. Ему два годика, два с половиной было. Я позвонила в скорую. Я говорю, температура высокая, под 40 была. Мне сказали, а у вас дорога есть? Я говорю, нету. Грязно говорю. Ну тогда мы не приедем. Берите и сами привозите. Виной всему дорога. Разбитая, с огромными ямами, заросшей бурьяном, все это о ней. Она проходит через улицу Березовую в селе Малые Березники. Улицы насчитывает 50 домов. Полноценного существования лишены полсотни семей. Они не просят асфальт. Хотя бы щебенки насыпали и скосили бурьян. У скорой помощи проехать здесь ни разу не получалось. Как и у любой другой машины. Татьяна Ивановна инвалид второй группы. Помощь медиков ей нужна постоянно. Я живу 12 километров от района. Поликлиник там. Я инвалид второй группы. Как мне доехать утром сдать кровь натошщак? Поезда нету. Автобусы не ходят никогда. Да. Такси какое-то часно образовалось там. Они не едут. Кто будет ломать свою машину? Когда случилась утечка газа, жители улицы уже и не надеялись, что к ним прибудет газовая служба. Машина на такой дороге застряла. С благодарностью вспоминает, как сотрудник службы, нагрузив себя всеми необходимыми инструментами, бежал по этим дебрям на помощь людям. А то, что в скором времени вызывать ее нужно будет снова, даже не сомневаются. Около дороги стоят сухие деревья. Одно уже упал и продавил газовую трубу. Таких великанов здесь еще два. Но спиливать их не спешат. Если совет говорим, то, что упадет береза, а он говорит, за свой счет пилите. Мы говорим, как за свой счет? Вот, говорит, я вам вызову машину и нужно заплатить приезд и все. А это упадет. Мы бы сами ее свалили. Но свалить практически нельзя, потому что подносят здесь провода световые, будет штраф громадный и газ. Надежда Григорьевна прожила в Малых Березняках всю жизнь. Вспоминает, что дорогу забросили в 90-е годы прошлого века. Даже в военное время за ней следили. Нечего было поесть, мы были разуты, раздеты. Но мы надеялись и мы верили, что победа будет за нами. И мы, дети войны, мы поможем своим несчастным взглядом и своими слезами. И мы это дождались. Первое время, правда, у нас были стада. У нас здесь была хорошая дорога, насыпная. Ходили и машины ездили, и этого никогда не было. Глава сельской администрации прокомментировал ситуацию и назвал причину, по которой дорогу не делают. Бюджет заложен очень мало. Денег всего 50 тысяч заложен на этот год. Туда входит обкос. Зимой чистить дороги. Вот и все. Единственное, на то, что привезти, сделать дорогу, нужно, во-первых, щебень, нужен транспорт. А это уже деньги все другие. Глава администрации пообещал, что к концу года проблема начнет разрешаться. Придется пересматривать бюджет, чтобы найти средства на ремонт дороги. Валентина Руина, Владимир Ильин. Наши новости. Село Малые Березники, Ромодановский район, Республика Мордовия.